мы начинаем делать разметку часть уже разметили вот там разметка пошла и сейчас будем траншею копать потом вот сюда привезем гравий высыпем и начнется у нас стройка бетонные работы копаем траншею под фундамент и в этом месте копать очень тяжело всякий мусор выкапывается какая-то чуть не помойка какие-то черепки шифер всякая бяка но у нас все равно получается вот так сын тоже разминается тоже ему просто так без дела стоять неохота учиться молодец комары кусают здесь оказались у нас комары вечерами налетают по сравнению с нашими северными конечно никакие и тихие и маленькие незаметны но все равно противны вот прикопки траншей вот столько хламатоза мы выкопали сын все собрал и теперь отвозит пока в мусорный угол а потом в прицепы и на свалку вот нам привезли гравий вот этим будем бетонировать такая куча гравия получилось корни вот этих дней у нас попались как раз в траншеи в нашей его теперь приходится прорубать для того чтобы набрать камней для забутовки в бетон приехали на речку каменка и собираем в прицеп загружаем вот такие камни вот она речка я ее уже снимал здесь вот такое течение сынуля бегает сегодня сгорел поэтому поэтому в рубахи штанах до полностью экипирован потому что сгорел сынуля у нас новые новое развлечение осваивает пускает блины по реке это спортивный вид вообще-то деревенский спорт кто дострельнет до того берега блинами ну давай покажи подожди дай мне их обмыть я вот блинчиков сейчас насобираю смотри вот и не надо не-не-не вот у меня много смотри во-во-во утопил ты высоко берешь ох они городские дети вот побежал а я тоже попробую как тебе деревенские развлечения чем в ванне будешь дома продолжать да вот оно счастье для ребенка настоящий не то что в городских казематах вот столько сегодня нам привезли и гравия две кучи и мы сами привезли вот такого камня для того чтобы бутовать фундамент вот у нас по разметке фундамент уже определен здесь будем делать опалубку будем заливать в общем работы достаточно много напилили рейки на прокладке в качестве дона у нас был у нас был вот этот сарайчик это углярка доски поснимали и вот напилили циркулярка мы приехали на базу где пилят и продают лес сейчас будем загружать машину у нас выписан брус сто пятидесятый доска пятидесятка доска двадцать пятка в общем в совокупности от шесть кубов получается вот нам грузит машину брусом е300 и мы и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Они еще у нас не полностью доделаны не полностью дочищены в одном месте траншею надо заканчивать потому что она завалена отойди завалена кучей щебня начали делать опалубку там где уже у нас траншея готова опалубка делается вот таким вот образом стенки траншеи делается углубление вот здесь по уровню мы отметили высоты и натянули нитку которая идет у нас от кола к колу высоты выставляли по фундаменту гаража и по вот этим бетонным блоком с помощью лазерного уровня бошевского но бошевским уровнем оказалась одна особенность лазерный луч днем не видно поэтому мы вечером поставили на треноги отстрелялись вот по этим тумбам совместили получили вот уровень по тем всем кольям по углам всех траншей у нас стоят колья по этим уровнем будут натягиваться веревки вот у нас уже есть пример веревка натянута сделаны вот такие колья просто делаем вот из третисортного из того что было третисортный материал обрезаем в размер и заглубляем здесь делаем стенки нишу для того чтобы нитка пошла вот таким вот образом это будет у нас стенка фундамента то есть сам пол сама доска она находится снаружи здесь у нас можно маленько подать это все потом выровняется крепятся на обычные саморезы крепятся снаружи для того чтобы потом удобно было разбирать опалубку в этом месте будут стоять укосины вот здесь будет вбиваться пол в этом месте вот таким вот образом будет сделана поддержка ну я условно показываю вот так будет упираться так будет поддержка сделана для того чтобы фундамент вернее опалубка давлением бетона не расперла в стороны здесь будет нашиваться еще одна доска и потом зашиваться жестью вот таким образом все это выглядит выставляем вторую сторону опалубки для того чтобы нам вторую нитку параллельно не натягивать выставлять будем по уровню но нам нужна ширина 25 чистоте поэтому вот от от нашего шнурка будет отмерено 27 с половиной сюда прибьется доска и будет у нас 25 чистоте вот эти траншеи у нас рассчитаны на фундамент 25 вот те у нас рассчитаны на фундамент 30 отбиваем вторую сторону по уровню вот леску натянули и здесь за счет того что низкое место огромный перепад получился полметра над землей а там сантиметров 25 всего над землей и так собрали опалубку почти всю вот там где большие расстояния между нижней и верхней доской там будем ставить еще узкие доски они будут они будут держать жесть чтобы жесть не выдавливала вообще внутрь будет вставляться жесть вот здесь в этом месте мы фундамент нет вернее опалубку не доделали здесь тоже будет фундамент дальше идти но у нас на пути лежит куча гравия по мере ее выбирание и освобождение вот этого участка канава будет прокопано фундамент здесь будет сделан все выставлено по уровню стоят мерки которые раздвигают в размер нашу всю конструкцию там где коли пытаются сойтись все в основном собрано на шурупах шурупы закручиваются с внутренней стороны для того чтобы ну с внутренней получается и снаружи для того чтобы потом можно было легко разбирать эту опалубку местами только в углах забиты гвозди там где шурупами никак не подлезть саморезами вот здесь где низкие участки после того как жесть будет вставлена будет подсыпаться земля для того чтобы бетон не выдавливала в общем работы пока еще много с опалубкой до бетонных работ пока еще не дошли опалубку обили жестью не все не на весь периметр хватило листов но на основную часть где не хватило просто сделали на щельники как вот здесь вот здесь еще проглядели надо сделать для того чтобы где есть щели вот такие и бетон не вылазил закрываем досками и потом засыпаем землей тех местах опалубки где небольшие щели мы их заделывали полиэтиленом и кусками рубероида но делали это с внутренней стороны чтобы это все потом глаза не бросалось по наружке а снаружи у нас фундамент вообще весь должен быть идеальный вот так ставим укосины это сделано для того чтобы бетоном не выдавила опалубку во внутрь и наружу укосина ставится и прикручивается к доске ну либо к стойке по наружу у нас вот они к стойкам идут и здесь колон ограничено день по счету неизвестно какой начали делать фундамент заливать здесь завозим гравий гравийную подушку не сделает парни на бетономешалке работать с гравием вчера заливая фундамент мы не успели выполнить весь намеченный фронт работ вот это мы залили а вот этот угол и вот эта часть остались не залитыми причиной стала поломка наши бетономешалки она как и вся китайская техника сделана из тонкого металла стойки у нее ну и она упала у нас опрокинулась вместе с замесом погнулась стойка лопнули швы нам пришлось ее делать сейчас покажу вечером пошел к соседу заварили вот таким вот образом поставили укосины здесь вот этот узел на бетономешалке собран из квадратной трубы вот она идет на которую одевается собственно вот это вот нога и вот этими болтами когда закручиваешь изначально все это сжимает полностью потому что там нет никаких втулок вчера после того как заварили косынки поставили нарезали туда втулки из трубы и все и теперь у нас это отлично работает на той стороне тоже завтулили поставили шайбы в общем теперь все отлично изначально укосины ставили некоторые вот таким вот образом некоторые у нас упирались вертикальные бруски и колья а некоторые были просто вот таким вот образом упираются они верхнюю доску но вот если здесь фундамент небольшой то вот эта часть она серьезно есть большой объем 30 сантиметров ширина ну и начала стенку у нас потихоньку раздвигать и мы срочно перебивали вот эти стойки перебивали колья вернее не стойки укосины укосины ставили вертикальные стойки на палубке для того чтобы она у нас выдержала и вот замечательный вот здесь немного давануло бетон замечательный вот она стойка у нас вернее укосина которая упирается в доску но мы потом поставили дополнительные вот эти по бокам и остановили раздвижение опалу вот здесь тоже ставили вот здесь выдавило здесь поставили укосину здесь все поставили в общем и целом неплохо но такие вещи надо предусматривать заранее вентиляционные трубы мы поставили в нескольких местах них отсюда не видно но вот здесь вот забетонирована порезали трубу сотку закрепили ее саморезами внутри на глубине 5 сантиметров от верха и залили бетоном батя подсказывает что с учетом того что будет отсыпаться делаться от моста поэтому вентиляционные трубы находятся в верхней части за исключением трубы которая будет у нас выводная для отвода канализации скажем так она у нас в этой части стоит чуть выше уровня земли миша зашел в речку каменку мы вообще приехали на этот берег за камнями больших валунов нету но все равно вот такие вот есть встречаются на бут а миша пошел в речку мы закончили заливать фундамент еще вчера у нас ушло на это два рабочих дня успели до сильного ливня успели даже его закрыть и его не размочила всю ночь шел ливень сегодня он также остается закрытым чтобы солнце его не иссушало проверяли на прочность уже неплохо схватился прошло три дня после заливки фундамента и мы начали разбирать опалубку хорошо что саморезы крепились снаружи мы их выкручиваем но некоторые саморезы на перемычках на укосинах были забиты бетоном выкручивались тяжело приходилось вычищать в них посадочное отверстие но потихоньку движется сын работает вытаскивает колья